Привет, ребята! Привет, дорогие смайлеры! Сегодня, 18 августа, у нас просто праздник. Майли Сайрус порадовала нас выпуском третьего сингла в поддержку шестого студийного альбома, также представила клип на эту песню и открыла предзаказ альбома в iTunes. В общем, сегодня в этом видео прозвучит моя первая реакция на клип и на песню. Давайте приступим, мне не терпится ее услышать. Деваем наушники и приступим. Итак, первые кадры. Что это, Майли без макияжа, что ли? Такое чувство, будто я только что проснулась, будто все это время я спала. Даже если это не то, кем я являюсь, я боюсь того, кем я была. Да? Элвис Пресли? Майли Сайрус в костюме Элвиса Пресли. Удивительно. Вот дает. Ты какой остров соорудила, будто на параде. Мне кажется, или Майли Сайрус гостит под Леди Гагу? Майли тоже решила превратиться из безбашенной дивы в непонятно кого. Да, я понимаю, что Майли позрослела, стала более взрослой, но мы привыкли к тебе, к такой, какой ты была в прошлом альбоме, безбашенной и создательницей Тверка. Стиль 70-80 в 2017 году, мне кажется, не актуально. Ой, какие экстравагантные дамы. Здесь я чувствую отсылку к выступлению Кэти Перри на SNL с песней Свиш-Свиш. Этот клип пропитан стилистикой 70-80-х годов, а песня будто бы рев коровы. Ну вот прав. Хотя текст, который всплывает в клипе, мне нравится. Современно выглядит. Да, возможно, вы подумаете, что я не фанат Майли Сайрус или очень придираюсь, но правда, я всё это уже где-то видел. Такие падения на фоне неба уже были, скажем, в клипе Макса Барских на песню «Попрошу». Прошу прощения, он же переименовал песню, теперь называется «Моя любовь». Это я тоже где-то видел. Вспоминайте второй сезон «Американской истории ужасов», как Жейс Калэнг пела «Психологическая лечебница». То же самое. А Танис вообще похож на фильм «Артпоп» Леди Гаги. В общем, спустя кучу лет Майли Сайрус решила вернуться с новым для себя направлением. Где же моя любимая Майли Сайрус? В этом клипе я её не увидел, а песня не раскрыла всего потенциала певицы. Далее сингл альбома «Малибу» мне понравился. Было что-то новенькое, интересно, но я не ожидал, что весь студийный альбом будет в таком направлении. Это уже слишком. Ну а здесь что? Надеюсь, хоть какая-нибудь песня, но будет напоминать её прежние альбомы. Песню «Малибу» я слушаю уже несколько месяцев каждый день, но вот «Лонгернеф» вряд ли я буду слушать вечно. В общем, моё заключение. У нас уже есть Лана Дальрей. Зачем нам Майли Сайрус сделать Ланой? Ну и для кого это? Если все песни будут такими же, я буду просто его слушать в Apple Music. В общем, вот такой получилась моя первая реакция на клипы песни «Лонгернеф» из одноимённого альбома. Ставьте палец вверх, если вы со мной согласны. Если же вам всё нравится, тогда ставьте дизлайк, я всё пойму. Люблю вас, люблю Майли Сайрус. Пока! Субтитры подогнали Симон.